я думаю это место стоит того чтобы сюда приехать только ради этой горы всем доброе утро сегодня мы опять находимся на терминале на фэри терминале потому что сегодня мы отправляемся в путешествие на остров котау находится рядом с копанганом на остров невозможно доставить автомобиль или мотобайк потому что я подозреваю у нас будет скоростная лодка вот такая пассажирская кораблик небольшой и мы не смогли взять свой автомобиль поэтому мы его оставили здесь на парковке после фэри терминала портов и сейчас мы ждем свой корабль вместе с нами тоже вот много туристов с рюкзаками с багажом и поэтому цари мы опять билет не купили потому что она еще я думаю маленькая слишком для того чтобы ей билеты покупать правило провоза то есть багаж не не должен превышать 20 килограмм а и вот здесь еще написано что все вот компьютеры камеры нужно держать в руках чтобы они не выпали не промокли 500 бат стоит билет с копангана на остров котау это около 17 долларов на человека сегодня у нас впервые за несколько недель или дней на прибывая прибывание на этих островах на самуи на копангане хорошая погода и я думаю что будет хорошая погода на том острове куда мы плывем или идем кому как нравится больше и вот эти тайские лодки их знаменитые национальные ну я думаю не только в таиланде везде такие лодки есть и они на них рыбачат и людей возят доедем всего лишь за час до хвостного котау хвостного парга потому что лодка очень скоростная посмотрим что на втором этаже очень много туристов мне кажется тайцы не пользуются такими видами транспорта в основном одни туристы белые люди я думаю для тайцев 500 бат это не дешево а смирите главный багаж посмотрите сколько багажа ничего его не держит просто так навалили любая волна и вообще все что угодно с ним может произойти если комната 100 бат стоит посмотрим что за вип-комната а но здесь никого нету только вот сиденья а здесь еще есть дороже комната вообще 200 бат стоит 10 не тайцы хотя лодка и так комфортно какой смысл просто здесь не так шумит вот это стоит 100 бат хотя я думаю сюда можно спокойно зайти сесть и вообще даже никто не скажет ничего все завалено багажом здесь такая дверь морская багажа очень много в основном люди с рюкзачками путешествуют у нас настолько быстрый катамаран что мы обогнали вот эту лодку которая вышла гораздо раньше чем мы из порта а еще посмотрите какие здесь туалеты здесь есть душ вы можете принять душ здесь если вспотели или еще чего нибудь очень удобно в каждом туалете в таком есть душ заходим в бухту корабль заходит очень быстро даже не скидывает скорость настоящий экспресс пирс конечно слабенький такой сейчас будем искать себе транспорт мотобайк вот так выглядит катамаран снаружи самая настоящая яхта большая прям крупная шла она конечно быстро очень по морю вот они все вещички систи стоят зовут зазывают людей но им нельзя заходить вот дальше этой линии поэтому туристы в принципе могут выйти спокойно смотри видишь моя теория была верна они чемоданы забирают спокойно и уходят сразу и не ждут портовые улочки вот так здесь выглядят узко о что-то готовят что-то готовят острое и сразу охота покушать стало здесь даже гоупро продают 15 тысяч стоит четвертая silver gopro если кто-то дома забыл маски ласты все здесь можно купить сара ты видела эту собаку у нее одного клыка нету зато когти как у ленивца пошли мотобайк за 500 бат на три дня и сейчас ездим едем искать где будем жить что будем есть где нам понравится вау какой красивый вид а вот это остров соседи здесь два камня лежат прям один на другом и люди ходят под ними а вход платный стоит 100 бат а а не знаю правда за что мы сейчас поднялись здесь на очень высокую часть острова нашли здесь экскаватор да он здесь работал и перевернулся на нем экскаваторщик его прям здесь бросили и сломали да непонятно для чего но здесь очень высоко мы даже вместе с Женей сюда не смогли заехать потому что у нас слабый байк он не смог сюда заехать все перевернулся нафиг его вот так и бросили здесь очень высоко здесь байк вообще еле как заехал в джунглях и весь остров как на ладони да товарищ только вчера ехали и хотели прокатиться на пикапе Женя хотела прокатиться на пикапе и нас сегодня везут на пикапе здесь есть даже отделение банков в которых можно также обналичить из комиссии деньги и сюда можно привезти машину но только с материка с Панган и с острова Панган и с острова Сануи и машину сюда перевезти не получится переживали что будет мало людей на самом деле людей больше чем положено и лодки все переполнены у нас самая последняя лодка нам надо через все лодки сейчас здесь пройти лодка маленькая очень маленькая подозреваю что будет качать неплохо ребята даже собачку взяли с собой дайвингом заниматься Качкает? Ты сейчас можешь спать захотеть Женя я по моему качкает Вечером все таки и и все то и все то и а в и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Это частный остров Стоимость входа на этот остров 100 бат, 3 доллара Здесь нельзя, на этот остров нельзя проносить бутылки, банки, пластиковые и так далее и тому подобное Штраф за то, что кто-то будет что-то проносить 100 бат Я думаю, это связано не с тем, что здесь типа нельзя сорить, а даже ласты нельзя проносить Я думаю, это связано не с тем, что здесь типа много мусора, а с тем, что они где-то там внутри продают эти банки, бутылки В общем, и получается так, что с собой принести нельзя, а у них купить можно на этом острове Для того, чтобы забраться на пик, нужно неплохо пройтись пешком Я даже успел устать Очень много туристов на этом острове Если с каждого брать по стуба, то нормально Выходит Закончилась лестница Начались вот такие препятствия То есть дальше с детьми и вообще и без детей не так уж легко подняться Подожду Жене с Сарой, чтобы помочь им Все устали Один дядька только не устал Ожидание и реальность Вот ради чего мы сюда лезли По лестнице поднимались Целую кучу времени Мы с дядькой поднялись еще выше Сара Мы с ребятами поднялись на самую высокую точку этого острова Здесь очень высоко и очень красиво Вот этот камень в любой момент может упасть Я даже не знаю, на чем он держится Я вот так встану Я думаю, это место стоит того, чтобы сюда приехать Только ради этой горы Здесь очень вкусно Здесь очень вкусно Вот что вас ждет, если вы приедете на эти два острова близнеца На которых расположен отель Толпа туристов Друг на друге, на головах Вообще ничего интересного Гораздо было интереснее сходить туда наверх И залезть на самую высокую точку По-моему, после пяти вечера их всех выгонят И здесь только останутся гости отеля Но я думаю, что мы в этом отеле не будем ночевать Потому что здесь вечером ничего интересного Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!